итак всем привет добро пожаловать на пуздрайв самого крутого русского велодорожника уаз hunter первый раз если честно за рулем уазика вообще первый раз настоящего ну патриот это уже у нас такой вот первый раз прям сел так 1 вперед так у нас под капотом замазать печку может выключить хоть вот нажимаем сцепление у нас где-то наверхах схватывать и начинаем первый метр исторического тест драйва так у нас асфальт где вот неужели придется на бордюр заехать а нам все равно на самом деле камера стоит 1 короткая коробка к педалям естественно привыкать в каком положении нас колеса сейчас только можно догадываться потому что про люди скажешь люфт огромный напоминает гидроусиле электроусилителю как у газели я помню ездил на газели но ощущение конечно очень специфические очень сильно мне нравится вот ощущение как будто ты едешь на самом неубиваемом автомобиле у нас переди инфинти пуикс мотор просто идеальный для этого автомобиля но от рулевое управление конечно я бы не сказал чтобы очень подходило ему привыкать надо одним словом тормоза 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 тоже надо привыкать так там даже дорога есть так вторую подтыкаем у меня очень много эмоций ну-ка выкручиваем а такометра нет третья 90 уже едем четвертая оттормаживаемся так откуда дорога идет в частный сектор это будет что ли так давайте развернемся лучше в общем могу сказать что ездить на нем нужно привыкать то есть не получится так вот что вы например ездите по городу на нормальном городском автомобиле а это вы возьмете как второй то есть вы сядете после нормального будете привыкать к педали потому что вот я со второй нормально в принципе видим так такая машина сколько стоит 442 442 тысячи из комплектации здесь у нас что у нас печка печка двигатель и коробка да это еще у нас люкс получается но у нас есть электроусилитель но видите да то есть суть в чем проблема по кругу руля но мне почему-то очень нравится потому что отнести этот автомобиль вот у вас это такая категория автомобиля нельзя его отнести вот сравнивать с другими внедорожниками мне кажется хотя бы проходимости мне кажется он один из лучше и вот например по неубиваемости подвески вот мы едем по отвратительным ямам да то есть никогда я в жизни так ну вот вообще не хочется насмотреть на дорогу хочется смотреть просто в горизонт почему-то стекло взботело печь подключила а? печь подключила ты можешь на первой скорости отключить? на первой скорости но я могу сказать что в городе в потоке эта машина себя прекрасно будет чувствовать но я думаю расход здесь какой средний? литров 15 наверное да? да нет я реально говорю мне нравится вот прям вот когда ты едешь на патриоте и он как вроде как нормальный внедорожник ну вот там панелька ты здесь короче здесь можно простить вот эти вот ну ходы педали идти рулик там рулишь вправо едешь влево да? можно простить но мы все забываем когда вот мы заезжаем вот в такое дерьмо понимаете? то есть сейчас у нас вторая передача да? задний привод да? да мы на заднем приводе наверное далеко не уедем да? да мы едем поразительно поразительно вот здесь это автомобиль чувствует себя в своей стихии посмотрите антон камера там нормально снимает? нормально это какой кайф вот для чего он нужен это настоящая тачка для наших дорог вот 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 реально просто реально его можно использовать это понимаете это как можно даже не как ну это что-то между там квадроцикл да? то есть это огромное удовольствие вы себе не представляете что такое вот валивать на нем по таким вот дорогам давно реально такое удовольствие ни с чем не сравнить вот ездить по именно на этом автомобиле по таким дорогам это неописуемое ощущение мне очень нравится очень просто я понимаю что сейчас все мои пассажиры уже выкресли все свои позвонки там да? но это что-то это 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 ты про все забываешь просто когда ты выезжаешь вот на такую любая дорога тебе кажется ну просто ну даже мне кажется он просто едет в направлении в России дорог нет это 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 супер это я такого кайфа давно не получал даже можно дрифтом ходить в поворот смотрите вот а тут получается даже блокировки сейчас зад задом нет да? нет ахменить можно офигеть вот я бы так часа три ездил вот если честно это нереальное ощущение какого-то здесь аккуратно дрифт поразительно я это круто вот это круто это реально это даже это с чем-то но это экстрим я не знаю мне очень нравится это очень круто честно я хочу купить УАЗ Хантер это легенда это не легенда это не легенда это наша руссо-российская действительность ты понимаешь? супер супер просто это идеальная машина нестись по такой по такой дороге там например я не знаю там на Туарейге на СРТ не знаю на чем угодно ну просто было бы жалко ну куда не будем заезжать? нет там не доедет на заднем приводе а если попробовать полный как подключить полный привод? полный привод полный привод да сейчас у нас? так так а печка это это самая первая скорость? или что? да первая первая скорость печки здесь просто как четвертая на приводе так на полном приводе у нас характер немножко меняется на полном приводе еще лучше едет блин это супер это что это нечто на полном приводе по прямом дороге нельзя нельзя? ну почему? на жестком подключении а нет аппарата на полном приводе на прямых можно на поворотах нельзя на хороших дорогах ее имеют да по асфальту нет это что то мне очень нравится понятно что ну ну нет да если критиковать этот автомобиль с точки зрения управляемости шумоизоляции да сборки это мы отдельно да то есть попробуем это не то это не тот автомобиль это просто вот автомобиль это как инструмент сейчас у нас включился привод да вот дунг такой щелчок был и двигателя здесь хватает для этого автомобиля да блин хорошо что это тормозил супер это это нет ну это надо у меня слов нет короче это круто очень но по городу ездить на нем ну я конечно предполагаю такую возможность но мне кажется будет не очень удобно привыкнешь я прям хочу у вас патриот патриот или все таки патриот хантер но они эти зачем на уазиках придумали эти английские названия я тут не понимаю хантер это охотник да то есть по английскому патриот ну патриот хотя бы надо было написать на русском но зачем писать на английском все вот он буханка да этот надо было назвать утюг какой-нибудь или калач я не знаю ну что это надо более патриотизма название побольше вот у нас опять грязь не знаю нюх но не знаю как и а теперь не знаю Там бревно Там не видно, там трава замята Блин, едет, а смотри Нифига себе Назад А я, мне кажется, вообще ничего не остановит Смотри, что делает Ты что делает, а? Ему вообще пофигу, да? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ну, разве это не прелесть? Да, это не для него, конечно, это фигня Для Дастера Это для Дастера Вот на том подъем, да? О, да Спуск? Нет, там у него съезд, тоже, конечно Так, вот он внешне у нас в своей среде Волга Песок Вот, на мой взгляд, это один из самых вообще красивых внедорожников Ну, вот, представляете Вот, если, например, сравнить его там с Defender'ом Ну, из утилитарных, да, таких классических внедорожников Очень красивый, да, даже как бы Ну, Геленваген, Геленваген, конечно Но здесь тоже вот эти вот красивые борта Нельзя вообще на эту машину назвать безвкусный Там, или топорно сделает дизайн Потому что, в каком году их? 60-х? 60-70-70-й год? В 70-х годах, когда делали Он, вот, мне кажется, что машина очень круто смотрится Ну, вот, реально Настоящий классический утилитарный внедорожник То есть, ну, рамный, естественно, да? Смотрите, какой красавец Считаю просто, что он выглядит просто шикарно Все осталось, в принципе, без изменений в основном Ну, у нас появилась крыша Тормоза появились дисковые Сзади барабаны Вот эти классические двери у нас такие, да, треугольные Форточки Вот А так, в принципе, подвеска неубиваемая Убить ее можно там только, например, там Куда-нибудь залезть, куда-нибудь, да Там у нас мосты, рама Все очень надежно, очень надежно Я, ну, реально, это очень Элементарная конструкция Это 405-й же, да, Замазай, здесь? 405-й? 409-й, 150-й? Нет, 120-й Что-то маловато здесь 112-й, да 112-й, очень хорошо едет он для этого Так, ну, присматриваться к швам, конечно, не стоит Потому что стыки, они здесь все неровные То есть, ну, видите, да? Ну, это не тот автомобиль Я говорю, что это как игрушка, да То есть, это, ну, по городу Они быстро гниют сейчас, нет? Медленно? Медленно Сзади у нас запаска Ну, давайте сядем в салон, посмотрим С ручки То есть, нажимаем Ну, естественно, он открывается Тут у нас бак Бак один, да, здесь? Два Два бака Военной конструкции Научите, если вы купите этот автомобиль Сразу военкомат вас То есть, как их позовет На учет поставить, да? Ее надо будет по-любому В случае войны вас отберут этот автомобиль И не только, кстати, у вас, да? Там еще, по-моему... Даже Duster? Офигеть Так, смотрите Так, вот у нас такой салон Все просто То есть, да, если вы утопите машину целиком Высушите, она у вас такая же останется Садиться неудобно, да То есть, я бы сюда, что ли, какую-то ручку поставил Потому что, вот, рост, если у вас примерно метр девяносто Неудобно садиться Так, садимся Так, здесь у нас, в принципе, все просто У нас простые двери Салон, конечно, тоже Ну, ну, вот, видите Все просто очень Все элементарно Тут у нас, значит, комбинация приборов Музыки здесь нету, да? Естественно, элект... У нас... А, у нас же форточки У нас форточки Форточки А, вот, они так открываются Закрываются Руль у нас Электроусильцы Легкие, да? Но абсолютно не информативные Непонятно вообще, в какую сторону ты колеса крутишь Так, здесь у нас фары Регулировка фар Так, сейчас пытаюсь понять Здесь у нас спидометр Это у нас тоже Яркость подсветки Уровень топливного бака Температура Давление масла И зарядка аккумулятора Здесь мы включаем и выключаем фары Здесь у нас, значит, печка Туманки Это, наверное, переключатель бака, скорее всего Вот, магнитолу, скорее всего, ставим вниз Так, здесь у нас что-то еще должно было быть Коробка у нас понятная Пятиступенчатая Так, ну это раздатка Подключаем полный привод И пониженный включаем Так Ну, что сказать Странные чувства Вроде как Сидишь в каком-то инструменте реально Или каком-то вот агрегате Но не в машине точно Ну в машине в каком-то смысле Этого слова, да Но мне Мне безумно нравится Ощущение какое-то здесь такого Борьба за жизнь Экстрим Что-то вот в этом роде, понимаете Неубиваемость конструкции Все она вот внушает Вот такие вещи Обзорность, кстати, хорошая Посмотрите Давайте сядем Попробуем назад Назад Как мы сядем, интересно А, все, сядем Вылезать вообще неудобно Как тут крышу снять? А, крыша снимается что ли? А как, подожди, а как она снимается? Вот, вот эта часть? Нет Вот, вот эта часть сзади здесь То есть фактически Вот, если посмотреть по дверям, да? Ага Вот, видишь, есть Ситы болты открутить Снимается И крыша наподобие такого же А вот тут же швы сварные, нет? Нет Ну просто тут герметик Это обычный стандартный герметик То есть крышу реально можно снять здесь? На лето А до куда же ездят такие без крыши? Сейчас, погоди, я назад попробую сначала сесть Так, садимся назад Садимся назад Видимо, вот этот проем Чтобы, наверное, задницу сюда просовывать Специально было удобно Но для людей там не выше 180 сантиметров, мне кажется Потому что вот тут садишься Задьмузгар Задеваешь Подножка И здесь реально нужна Вот, сели Ну, строем здесь Почему-то в этом вазике сразу хочется водки вмазать Вот почему-то такое ощущение у меня Прям сел и давай Нахлестывать В какую-нибудь там рыбацкая компания Там туда-сюда Так, строем здесь легко садимся Головой я упираюсь уже Но это нормально То есть тут сиденья высоко На самом деле поставлены Упираюсь Ну, а сидеть Хочется сразу так руку закинуть сюда И поехали там, да То есть нормально Нормально Сзади место есть И ширину чувствуется, да, автомобиля Так, давайте багажник посмотрим Черный свет ему, кстати, очень идет Так, у нас Сейчас мы закроем Так, открываем багажник У нас тут висит запаска И она его чувствуется так, да То есть делает ее очень тяжелой, эта дверь А она потом петли не будет провисать из-за нее Тут, конечно, крепление жестокое Так, багажник у нас Туда, да? По теории они складываются И складываются, да, в ровно Эти вперед А, ну все понятно Короче, здесь пол, полноценных два спальных места Даже три Если компания веселая, да? Понятно В общем Что я могу сказать про этот автомобиль Автомобиль просто мечта любого охотника, рыболова Да, то есть И если вы еще таким не стали То покупайте у вас Вы обязательно таким станете Потому что на нем Покорять просторы Изведывать, исследовать Просто, ну Одно удовольствие Ездить по нашим дорогам Как второй, как третий автомобиль Я реально сейчас задумался О покупке Ну просто Ну очень, очень, очень понравился В этом моменте Нельзя сравнивать его С какими-то современными одноклассниками Ну с Defender'ом возможно Но Defender у нас стоит Defender у нас 1,5 стоит, да, по-моему? Антон Land Rover Defender сколько стоит? 1,5? Подобные конструкции Toyota Land Cruiser 80, да? Как она? 70-ка новая Под 2 миллиона стоит, да? Примерно То есть Аналоги такого же как бы направления Из такой же конструкции Они стоят намного дороже Что, дверь хорошо закрылась? Тихо, да? То есть поэтому это Мне кажется Очень будет хорошая покупка Но мне автомобиль безумно понравился Да, то есть По городу, конечно, на нем не поедешь каждый день Или ездить можно? А, давайте капот откроем Капот Капот у нас Вот так открывается Капот у нас, значит Под капотом у нас Рядная Рядная четверка ZMZ Инжекторная У нас фильтр Спрятан в такую кастрюлю, да? Чтобы мы ее не утопили Он гидроизолирован так или нет? По теории Фильтр Так это Эфициальный сет такой То есть можно в принципе вывести этот Наверх Шноркель Шноркель, да Если у вас есть хороший набор инструментов Здесь вы можете много чего сделать Вплоть до капиталки Там самому снять раздатку Да, поскольку здесь Все доступно для ремонта В таких походных условиях То есть если вы вдруг где-то встали Машину можно сделать без проблем Если у вас руки тем концом вставлены Думаю, конструкция здесь надежная На самом деле Здесь проблем У нас нечего Да, тут в принципе нечего ломаться Тут у нас Элементарный вспрыск топлива Да, инжекторный ЗМЗ Элементарный двигатель Да Датчик коленвала А что там у нас? По подвеске у нас тоже мало ли что может оторваться В принципе здесь все Все такое Неубиваемое Поэтому встать она прям Мертвым комом Я не знаю Ну может если Отвратительный бензин залить Да То есть Трахтеть Пердеть будет Да Мне кажется доедет Итак В общем выводы Машина класс Доставляет кучу удовольствия от езды Мне понравилось С удовольствием бы провел Успытания сравнительные С каким-нибудь Прадо Или еще с чем-нибудь Ну вот Будет время Обязательно сделаем Вот Все Машина мне прям очень понравилась Его немножко доработать Ну вот Ну вот эти вещи Да Уплотнители кривовато То есть стоят Ну вот это вот Да Ну нужно вот То есть человек Если вот будет Будет покупать эту машину Это не просто Ты купил и едешь Это хобби Это целое Ну это превратится в хобби Да Выдеть на форумах сидеть Да Там Как изменить конструкцию Какой там ключ подобрать Какую резину поставить Это у вас целое направление В деятельности такое Ну как увлечение Машина конструктора Из него Можете делать все Что угодно Абсолютно Я не думаю Что Каких-то тут Да То есть Очень мне машина понравилась Реально Ну то что Он во-первых Очень красивый Во-вторых Не убиваем подвеска Отличная тяга Рулится не важно Тормоза есть И тоже в принципе Это радует Вот Мне машина очень понравилась За 500 тысяч рублей Новая машина 432 Да 432 тысячи Столько железа Который едет Все это И приносит Только удовольствие Я думаю Просто это супер Супер Все Спасибо всем за внимание До свидания И так Всем привет Добро пожаловать На тест-драйв Самого крутого Русского велодорожника УАЗ Хантер Первый раз Если честно Жизнь За рулем УАЗика Вообще Первый раз Настоящего Ну патриот Это уже у нас Такой Вот первый раз Прям сел Так Первая вперед Так У нас под капотом ЗМЗ Печку можешь Чуть выключить Хоть Вот Нажимаем Сцепление у нас Где-то наверхах Схватывать И начинаем Первые метры Исторического Тест-драйва Так А у нас асфальт Где? О Неужели придется На бордюр заехать Да? А нам все равно На самом деле Камера стоит Нормально Первая Короткая коробка К педалям Естественно Надо привыкать В каком положении У нас колеса Сейчас только Можно догадываться Потому что Про люди скажешь Люфт огромный Напоминает Гидроусилитель Электроусилитель Как у Газели Я помню Ездил на Газели Но ощущение Конечно Очень специфические Очень сильно Мне Нравится Вот ощущение Как будто ты едешь На самом Неубиваемом Автомобиле У нас Перединфинти Пуикс Мотор Просто идеальный Для этого автомобиля Но Ролевое управление Конечно Я бы не сказал Чтобы очень Подходило Привыкать надо Одним словом Тормоза 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 Надо привыкать Так Нам дайв Дорог есть? Есть Так Вторую Подтыкаем У меня Очень много Эмоций Ну-ка Выкручиваем А Тахнометра нет Третья Девяносто Уже едем Четвертая Оттормаживаемся Так Откуда дорога идет? В частный сектор Это будет что-то? Тогда это Развернемся В общем Могу сказать Что ездить На нем Нужно привыкать То есть Не получится Так Что вы Например Ездите По городу На нормальном Городском автомобиле А это вы возьмете Как второй То есть Вы сядете Просто нормально Вы будете привыкать Педаль Потому что вот я Со второй Нормально В принципе Видим Так Такая машина Сколько стоит? 442 442 тысячи Из комплектации Здесь у нас что? У нас печка Печка Двигатель и коробка Да? Это еще у нас Люкс получается Ну у нас есть Электроусилитель Но Видите да? То есть Суть В чем Проблема По кругу руля Но мне почему-то Очень нравится Потому что Отнести этот автомобиль Вот у вас Это такая категория Автомобиля Нельзя его отнести Вот Сравнивать с другими Днедорожниками Мне кажется Хотя по проходимости Мне кажется Он один из лучших И вот например По неубиваемости подвески Вот мы едем По отвратительным ямам Да? То есть Никогда я в жизни так Ну лозе вообще Не хочется насмотреть Недорогу Хочется смотреть Просто в горизонт Почему-то стекло Спотело Печка А? Печка Ты можешь на первой скорости Отключить? На первой скорости Но я могу сказать Что в городе В потоке От машины Себя прекрасно будет чувствовать Но я думаю Расход здесь С какой средней? Литров 15 Наверное, да? Да Нет Я реально говорю Мне нравится Мне нравится Прям Вот Когда ты едешь На Патриоте И он вроде как Нормальный внедорожник Ну вот там Панелька Ты Здесь Короче Здесь можно простить Вот эти вот Ну ходы Педали Нити Рулик Там Рулишь вправо Едешь влево Да? Можно простить Но мы все забываем Когда вот мы заезжаем Вот в такое тюрьмо Понимаете? То есть сейчас у нас Вторая передача Да? Задний привод Да? Правильно? Мы на заднем приводе Наверное, далеко не уедем Да? Уедем Давайте Едем на заднем приводе По самому Ну это просто Это не дороги Это кошмар Это 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 что-то Вот Вот она Для чего эта машина Вы понимаете? Мы по такому дерьму Сейчас едем Немножко сносят задовку Здесь ям-то нет? Мне кажется Мы даже яму сейчас пролетим Поразительно Вот здесь Этот автомобиль Чувствует себя В своей стихии Вы посмотрите Антон Камера там Нормально снимает? Нормально Это Это какой кайф Вот Для чего он нужен Это настоящая Тачка Для наших дорог Первая в жизни За весь тест-драйв Я задумался О паркутке Автомобиля Реально Просто реально Его можно использовать Это понимаете Это как Можно даже не как Ну это что-то Вмежду Квадроцикл Да? То есть Это огромное удовольствие Вы себе Представляете Что такое Вваливать на нем По таким вот дорогам Давно Реально Такое Это удовольствие Ни с чем не сравнить Вот Едеть По Именно на этом автомобиле По таким дорогам Мы тебе описуем ощущения Мне очень нравится Очень просто Я понимаю Что сейчас Все мои пассажиры Уже выкрасны Все свои Позвонки там Да? Но Это что-то Это Ты про все забываешь Просто когда ты выезжаешь Вот на такую Любая дорога Тебе кажется Ну просто Даже Мне кажется Он просто едет В направлении В России дорога нет Это супер Я такого кайфа Давно не получал Даже можно дрифтом ходить В поворот Смотрите Ого А тут получается Даже блокировки Сейчас зада нет Да? Нет Охренеть можно Офигеть Я бы так часа три ездил Вот если честно Это нереальное ощущение Какого-то Здесь аккуратно Поразительно Я Это круто Вот это круто Это реально Это даже Это же чем-то Но это экстрим Я не знаю Мне очень нравится Это очень круто Я честно Я хочу купить УАЗ Хантер Это легенда Это не легенда Это не легенда Это наша руссо-российская действительность Ты понимаешь? Супер Супер Просто Это идеальная машина Не стись по такой По такой дороге Там Например Я не знаю Там На Туарейке На СРТ Не знаю На чем угодно Просто было бы жалко Куда не будем заезжать? Нет, там не доедет На заднем приводе А если попробовать полный Как подключить полный привод? Полный привод Полный привод, да? Сейчас у нас Так А печка Это самая первая скорость? Да Первая скорость печки Здесь просто Как четвертая на приводе Так На полном приводе У нас характер Немножко меняется На полном приводе Еще лучше едет Блин Это супер Это нечто На полном приводе По прямому дорогу нельзя Нельзя? Ну почему? На жестком подключении А Нет, на полном приводе На прямых Можно На полном воротах нельзя На хороших дорогах Я имею в виду Да По асфальту Нет Это что-то Мне очень нравится Понятно, что Ну Ну нет Если критиковать Этот автомобиль С точки зрения Управляемости Шумоизоляции Да Сборки Это мы отдельно Да То есть Попробуем Это не то Это не тот автомобиль Это просто Автомобиль Это как инструмент Сейчас у нас включился привод Да Вот дунг Такой щелчок был И двигателя здесь хватает Для этого автомобиля Блин, хорошо, что я затормозил Супер Это нет Ну это надо У меня слов нет Это круто Но по городу Ездить на нем Ну Я конечно Предполагаю Такую возможность Но мне кажется Будет не очень удобно Привыкнешь Я прям хочу У вас патриот Вот это Патриот или все-таки Ой, патриот Хантер Но они Эти Зачем на уазиках Придумали эти Английские названия Я тут не понимаю Хантер Это охотник То есть По английскому Патриот Но патриот Хотя бы надо было Написать на русском Ну зачем писать На английском все Вот он Буханка Да, этот надо было назвать Кутюг какой-нибудь Или калач Там, я не знаю Ну что это надо Более патриотизма В названии Побольше Вот у нас опять Грязь Грязь Там бревно Там не видно Там трава Замято Блин Едет Да смотри Нифига Назад А я Мне кажется Вообще Ничего не остановит Смотри Что делает Ты Что делает Ему вообще Пофигу Да Пофигу ну разве это не прелесть да это не для него конечно фигня для дастера ну да спуск нет там у него свеса тоже конечно